Митрополит в Арсенофии совершил молебен в храме при штабе Западного военного округа. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Северной столице Глеба Ильинского. За богослужением молились начальник штаба генерал Александр Журавлёв, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров. Помощник по работе с верующими военнослужащими – протерей Георгий Волобуев, офицер из штаба Западного военного округа. Храм Великомученика Георгия Победоносца находится на четвертом этаже дворового флигеля. Первоначально был освящен 13 февраля 1822 года, после чудесного спасения царской семьи во время крушения поезда у станции Борки. Был обновлён интерьер храма, купол расписан в виде звёздного неба. На куполе в медальонах были изображены святые, память которых празднуется 17 октября. Храм освящен повторно 23 февраля 1890 года протопрессвитером военного морского духовенства Александром Желобовским в присутствии цесаревича Николая Александровича. Закрыт в 1917 году. Вновь освящен 3 апреля 2002 года. Памятник архитектуры охраняется государством. Сердечно приветствую вас в канун всенародного праздника Дня защитника Отечества, сказал Владыка. Ну, если говорили, что у России только два союзника – это армия и флот, то армия – один союзник. Я вам назову его. Это Господь наш Иисус Христос. Это самый настоящий ваш союзник. К нему обращайтесь. С ним победы будут все. Все остальные союзники – они мало надежные. Их и надо искать. Вот наш главный союзник, к которому мы должны с вами постоянно обращаться в молитвах. И он поможет. Потому что просто без него одного оружия недостаточно. Мы это знаем из истории человечества. Если люди, соблюдая закон Божий, были с Богом, то любая агрессия была нипочем. Потому что Бог всегда был на стороне тех, кто защищал свой народ от агрессивных своих соседей. Александру Журавлеву был подарен нерукотворный образ спасителя. Евгений Христос